Языковой барьер отсутствует России и США на переговорах, хоть и школьных. Темы разные – политика, экология, финансы, кибербезопасность и коррупция. Десятиклассница Анастасия Микляева в летней школе международного класса участвует впервые. Признается, волнение было с первого дня. Мы обсуждаем это на фоне истории России, истории США, ищем, что есть общего. Одна из целей нашей программы – мы пришли к тому выводу, что на самом деле политика США и России направлена на одну общую цель – на цель мира и на цель общего благополучия. Только мы делали это совершенно разными способами, мы в конкуренции. А теперь мы это можем делать в командах, мы пытаемся делать это вместе. С самого начала они показались немного закрытыми, но стоит побольше пообщаться. К примеру, командная работа очень сближает и находится такой общий язык. На самом деле ребята очень даже похожи на нас. Международная летняя школа лицеистов и их сверстников из США стартовала впервые. 14 школьников из Калифорнии, Северной Каролины, Иллинойса и других штатов за три недели попытались понять Россию. Будущие американские дипломаты постигали азы русского языка, соревновались с лицеистами в знаниях ведения дипломатических переговоров и участвовали в спортивных играх. Ребята проводят много практических кейсов, воркшопов по вопросам дипломатии. Учатся практическим приемом дипломатического общения, организации дипломатической работы. А также вместе анализируют недавнюю историю. Они занимаются началом 20 века вопросами стратегических и публичных коммуникаций. Развитие дружбы между странами – основная идея организаторов. Возможно, эти ребята станут дипломатами и уже встретятся на арене внешней политики. Но не забудут теплые школьные встречи в Одинцовском лицее и мечты, как хотелось сделать мир лучше.